еще раз добрый день всем значит добью все-таки вопрос по подключению мощной нагрузки в данном случае чайника конвертеру пока запуск сделаем от сети просто 220 в домашних условиях без инвертора потом на инверторе просто проверим извиняюсь нет собой штатива решил сделать вот такую вставочку что многие люди не понимают вообще что я тут мудрю последние два видео сегодня 3 значит объясню на пальцах значит проблема основная альтернативщиков значит у вас есть потребитель грубо говоря вот так вот нарисую подключаю клеммы до будем считать что это потребитель розетка так потребитель розетка питается у нас значит потребитель например предположим чайник так схематически буду рисовать значит тут идет у нас чайник с носиком стоит на подставке грубо говоря стрелочками подключен нас здесь чайник но в чем проблема большинство нагрузок вот таких вот типа кипит для кипячения воды там бойлеров т.д. все они мощностью начинаются от 1 киловатта зачастую зачастую значит от 1 киловатта до не ограничено до 10 киловатт то есть у кого кто что использует чем значит проблема значит в альтернативке у нас есть инвертор до верта так вот этот инвертор может максимум хоть ты тресни хоть что ты хочешь делай значит может быть у вас инвертор и два с половиной киловатта может быть и 5 киловатт хоть тресни на аккумуляторах емкостью менее значит 500 ампер часов это очень много это два 225 аккумулятора умножить на 2 это грузовые аккумуляторы огромного размера которые поддерживают мощные токи но даже их зачастую недостаточно чтобы поддерживать нагрузку более чем 1 и 5 киловатта они тупо проседают по напряжению и инвертор с уходит в защиту а как известно разрешать разряжать аккумулятор менее чем значит вольтажа менее 12 вольт нежелательно так нежелательно можно конечно вообще минимум допустимое где-то 10 и 9 идет но это уже на грани убийства аккумулятора что же сделать значит что мы можем сделать мы можем на линии значит идет линия я так рисую схематично так один контакт подключен к нагрузке 2 идет обрывается и здесь мы можем всунуть какое-то устройство которое ограничит нашу энергию например максимум хотя бы максим один и пять киловатт в идеале в идеале один киловатт а еще больше в идеале значит пришел я по итогу видео я еще как бы но не вставил вообще в идеале менее 900 ватт вот это идеальная максимальная рабочие значит мощности для инвертор это инвертор любого даже мощность выдержит больше киловатт значит до этого рассматривался вариант семисторного регулятора что сразу от пола он убивает просто инвертор то есть это крест опасно следующий вариант был диод на 220 вольт да все значит уменьшители мощности они зачастую подключаются в разрыв этот скорее все та же система по моему он тоже да она в разрыв тоже подключается в разрыв то есть этот не годится этот годится но очень уж он во первых плюс у него очень какой он компактный вот один диодик можно запаять вообще кое-нибудь туда в станцию и пользовать киловатт то есть чайник два киловатта он у вас будет давать половину мощности но какой минус диода он очень сильно синус режет то есть для работы возможно там кипячения чайника там таких силовых нагрузок подходит на подключение кухне там электродвигателя это все уже как бы чем-то чревато однозначно вот ну и сегодня остался третий способ у которого есть однозначные плюсы но есть один огромный минус это габариты да именно такой размер конденсатора требуется мне для проведения данного опыта то есть ну чувствуете до массивность но у него есть у этого метода кстати метод увидел я у игоря мить извиняюсь с ним ну неправильно говорю там фамилию он очень использует метод конденсаторный удачно и хорошо но вот у него минус у этого метода это габаритность то есть ну такую штуку как бы ну только в промежуток как-то собирать значит но у него есть огромный плюс который мы сейчас попробуем разобраться этом ставок сделаю вставочку с объяснения вообще принципа что делать конденсатор подключается кстати он в разрыв тоже как идиот вот ну пробуем сначала замерить на прямую нагрузку значит что у меня здесь значит импровизированная вилочка лежит вон там розетка в разрыв мы включили прибор амперметр переменная напряжение переменный ток измеряем в разрыве ну и на вилочкой забросил на чайник сейчас я включу в розетку включим чайник чайник обязательно с водой без воды никак в целях безопасности чтоб не подпалить значит еще раз ребята и отклонюсь немножко вот так вот навесным монтажом ничего не надо делать это очень опасно забываю предупреждать это только в целях опыта потом это все спаяется замотается изолентой чтобы все было безопасно что на данный момент сеть включил включил то у нас ток это напряжение в сети 226 вольт на данный момент то есть здесь за параллельно два прибора запустил запускаем чайник смотрим на цифры значит увидим 8.2 ампера 214 вольт проседает немножко напряжение но это нормально то есть перемножением этих данных мы получаем мощность теперь в разрыв включаем конденсаторы смотрим что будет значит подключил все опять же навесном для опытов аккуратно не баловаться не опасно еще напряжение 225 на входе ток пока ноль включаем чайник смотрим что будем что будет с этого все значит смотрим что мы видим ток 5 и 9 ампера напряжение 154.6 соответственно перемножением этих данных получаем еще одни данные аватажа то есть как бы система то работает вот значит попробуем еще на инверторе ну и конечно в конце видео объясню почему конденсатор будет самым лучшим решением пока все отключаем кстати забыл сказать еще об одном минус очки данного метода не забываем что здесь 120 микрофарад это довольно но много ну и по размеру видно для переменного конденсатора смотрите вот конденсатор поработал в системе с чайником включаю вольтметр как вы видите напряжение его 212 вольт то есть он держит в себе не забывать об этом убить не бьет на по рукам треснет хорошенько чтобы не получилось например вот как сейчас так например так вот всем бояться